Камеры в коридоре запечатлели лицо убийцы. Он спокойно покидал место преступления. Был уверен, не найдут. Задержали через три часа. После того, как оперативники и следователи приехали на место жуткой расправы в недорогой хостел на улице Чапаева. Хронология убийства такова. Гость Петербурга из Омской области познакомился с приезжим из столицы. Решили отметить. Жили в соседних комнатах в скромных апартаментах на Петроградке. Внезапно между молодыми людьми произошла ссора. Сибиряк оказался сильнее. Избил недавнего приятеля, а потом принялся его душить. Остановился, когда оппонент перестал подавать признаки жизни. Тогда Мич собрал вещи и снял номер в другом хостеле на соседней улице. Его задержали и отправили за решетку. У вас сегодня ночью в 0,50 задержали убийцу. Я не уполномочена давать каких-либо интервью. Я попрошу вас в какое-нибудь помещение. Это нужно согласовывать с руководством. Будьте любезны, покиньте, пожалуйста. Так что-таки было или не было? Будьте любезны, покиньте, пожалуйста. Я не уполномочена. Оказалось, задержанный шесть раз судим за кражи. А этим летом не по-товарищески поступил с жителем северной столицы. Петербуржец уверяет, попросил Сибиряка отремонтировать квартиру. Но в итоге лишился полумиллиона рублей. Поехала бригада работать на квартиру. По итогу материал загубили. Все пришлось снести после них. Денег взяли. То есть ничего не сделали еще. И украдена была и диодная лента. Там инструмент на 58 тысяч. Плюс теплый пол пропал после них. То есть там получается два комплекта по 16 тысяч. Да и взяли денег на тренинг 200 с чем-то тысяч. И все с концами.